Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это послание к римлянам 4 глава 1 стих и книга «Бытия» 23 глава 17-18 стих, мы зададимся вопросом, что Авраам приобрел по плоти. Сначала мы прочитаем отрывок из книги «Послание к римлянам» первоверховного апостола Павла, это 4 глава с 1 по 2 стих. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. И второй отрывок – это книга «Бытия» 23 глава 17-18 стих. «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле, против Мамры, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, предотчами сынов Хета, всех входящих во врата города его». Итак, мы видим, что реально Авраам приобретает только пещеру для погребения Махпелу и участок земли, поля возле этой пещеры. И хотя Бог говорил Аврааму, что Он отдаст ему эти земли, ему и его потомству, причем в оригинале эти слова Бога, они стоят не в будущем времени, а даже в прошедшем, то есть «я уже отдал тебе и твоему потомству эти земли», но реально при своей жизни Авраам приобретает землю для погребения. Что по этому поводу пишет святитель Иоанн Златоуст? Это его гамилия, беседы на книгу Бытия. «Итак, муж столь славный и уважаемый, имевший такую близость к Богу и пользовавшийся от всех живших в том месте таким вниманием, что сыны Хетовы называли его даже царем. Такой муж не владел даже пядью земли, поэтому и блаженный Павел, прославляя добродетель этого праведника, писал, «Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования». Потом, продолжает Златоуст, «Научая нас, как тот с верою странствовал, апостол прибавляет, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Скажи же мне, какое оправдание будем иметь мы после столь великих благовестий и обетований, неизреченных благ, когда мы имеем столько пристрастия к благам временным, покупаем поля, стараясь всегда и во всем блистать, все это приобретаем с жадностью и хищничеством, и на самом деле исполняем то, о чем блаженный пророк, имеется в виду пророк Исаия, «Рыдая, говорил, горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». И это действительно так, братья и сестры. Некоторые люди живут так, как будто мир существует только для них. Как сказано у пророка Исаия, как будто бы они одни поселены на земле. Но мы должны не забывать о том, что мир был сотворен для праведных и святых. И поэтому первым творением Бога был божественный свет, который потом скрывается от обычных людей и скрывается для святых и праведных. И это, чтобы обозначить цель существования этого мира, чтобы во свете его блаженные святые созерцали свет, смысл собственного существования. В книге «Экклесиаста», 5 глава, 14 стих, мы находим такие слова. «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». И давайте посмотрим комментарии древнехристианского экзегета Амвросиаста на отрывок из послания к римлянам, которые мы уже прочитали. «После того, как Павел показал, что никто не может оправдаться пред Богом делами закона, он добавил, что и Авраам не мог ничего заслужить по плоти. Говоря о плоти, Павел подразумевал обрезание, поскольку Авраам ничего не искал в обрезании, ибо он был уже оправдан, когда принял обрезание». То есть спасение не по делам, не по ритуалам или каким-то символическим действиям, оно всегда по благодати, а по благодати значит по милости Божией. И все же нельзя сказать, что Авраам ничего не приобрел по плоти. Во-первых, он стал прадцом Христа Иисуса, и родословие Иисуса Христа, Сына Божия, по Евангелию от Матфея начинается словами. Родословие Иисуса Христа, Сына Божия, Сына Давидова и Сына Авраамова. А Христос был потомком Авраама только по плоти. И он приобрел город, целый город. Не надо думать, что Иерусалим или Хеврон или что-то еще. Как апостол Павел описывает жизнь патриархов, они скитались и странствовали, ожидая город. Имеется в виду небесный Иерусалим, город, сходящий с неба. И об этом городе мы читаем в книге Откровения, 21 глава, с 1 по 4 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Все скиния Бога с человеками! И Он, то есть Бог, будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Таким образом, мы устанавливаем с вами, дорогие друзья, отцы, братья, сестры, что единственное, что мы можем приобрести, в том числе и по плоти, это благо вечной жизни. И святые отцы в этом видели справедливость, что эти блага будут касаться не только нашей души, но и нашего тела. Так отцы предлагали следующее рассуждение. Если человек совершал духовные подвиги, живя в теле, то и наслаждаться по воскресенье из мертвых он будет в теле. Итак, странствование каждого из нас – это движение или к небесному Иерусалиму, или от него, в зависимости от того, во имя чего и как мы совершаем свое хождение в этом мире. Об Ивраме сказано, что он ходил пред Богом, то есть он жил с полным ощущением того, что над ним есть око видющее, ухо слышащее и книга, в которую записываются все его деяния. Будем иметь такое же ощущение и будем осознавать, что мы живем в присутствии того Бога, который воздаст каждому то, что он заслужил. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы рассмотрели еще одно из сложных мест Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы продолжим наши беседы по сложным местам Священного Писания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok